Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Завершился очередной благотворительный марафон именем детства в защиту детства. О том, что удалось сделать за эти месяцы, расскажет председатель Чувашского регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов. Юрий Михайлович, расскажите о результатах марафона и сколько средств удалось собрать. Добрый день! Это 21-й благотворительный марафон, который мы проводим на территории Чувашской республики. В феврале месяце традиционно был создан оргкомитет, возглавил его глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. И проведенная работа за эти месяцы позволила нам собрать в копилку 7 658 000 рублей. И количество участников марафона, это юридические лица и физические лица, это 1661 участник. Это примерно такой же показатель, как и в прошлом году. Мы надеемся, что не зря мы провели закрытие марафона в Порецком районе, потому что еще раз подчеркнули, что Порецкий район собрал наибольшее количество средств в благотворительный марафон в расчете на одного жителя. Теперь приступаем к хорошей процедуре распределения этих средств. Кроме федеральных целевых программ, которые у нас существуют на территории Чувашской республики, у нас есть еще региональные и есть местные программы. В основном программы рассчитаны на поддержку детства, на талантливую молодежь поддержку, оказание помощи детским домам, школам-интернатам, спортивного направления. Это наша знаменитая школьная волейбольная лига, которую мы уже шестой год проводим. Поддерживаем талантливую молодежь в спортивных направлениях. Ну и поддерживаем малобеспеченные семьи. Многие предприятия, организации даже напрямую выделяли средства для того, чтобы поддержать детишек. Мы постоянно освещали почти еженедельно о ходе благотворительного марафона. Сколько собрано, какие предприятия оказывают поддержку, какие районы, лидерах, какое-то соревнование устроили. Принцип соревнования такой, кто больше наберет на той территории того муниципалитета, мы будем закрывать и презентовать, так сказать, лучших предпринимателей награждать. Вот 24 июня мы в Порецком районе закрывали марафон, совместили этот праздник с Днем Республики в Порецком районе. И Михаил Васильевич, значит, отметил, что Порецкий район самый лучший в сборе средств. И в этом году хорошо поработал еще и Брестинский район. На будущий год, я думаю, будет хорошей конкуренцией между этими тремя, а может быть даже большим количеством районов, чтобы закрытие марафона проводилось именно там. Можно все-таки поподробнее, чем отличился Порецкий район и сколько собрали? Вы знаете, ну, при численности населения не очень большое, они собрали 370 тысяч рублей. Эта сумма достаточно большая, очень. В расчете на одного жителя 28 рублей получается. А следующий по показателям идет Комсомольский район, где 19 рублей, вот чувствуете разницу. И Брестинский наступает на пятки Комсомольскому 17 рублей на каждого. Ну, к примеру, город Чебоксары 2,5 рубля. Вот, ощущаете. Есть к чему стремиться горожанам для того, чтобы побольше собрать средств. Но, надо сказать, мы еще раз говорю, не гонимся за конкретными миллионами, хотя это тоже неплохо. А вот количество участников нас радует. 1600-1700. Это и предприятия-организации. У нас активно участвуют банки. Значит, Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ-банк. Потом, из бюджетных учреждений я хотел бы отметить Минздрава, подчиненные предприятиями Министерства здравоохранения, Республиканское стоматологическое, Городское Чебоксадское, Ново-Чебоксадское, БСМП, больничная скорость и медицинская помощь. Обратите внимание, это люди как раз бюджетники. Это не те, которые получают большие деньги и у которых есть там возможности. Но их вклад тем более приятен, потому что люди сами чувствуют, что такое милосердие, как нуждаются в этом люди, и сами посильно участвуют в этом мероприятии. Ну, и с правительства, наверное, администрации главы хорошо отработали. Депутаты Госсовета, фракции «Единая Россия». Чувашпотребсоюз, хочу отметить, предприятие, которое постоянно участвует. Но еще очень много резерва по привлечению новых и новых членов нашего марафона. Я думаю, что на будущий год, а мы планируем продолжать эту практику, она хорошая, на будущий год мы продолжим и соберем еще больше средств. И наши детишки будут еще больше обеспечены нашим вниманием и деньгами, и нашим вниманием. А будет ли вообще адресная поддержка детей? То есть, вот конкретный ребенок, конкретная проблема и направлять средства туда? Да. Кроме того, что я сказал, у нас есть федеральные целевые программы. Вот оригинальные, это мы почему и договорились с муниципалитетами. Все собранные средства на территории муниципалитета остаются в муниципалитете. Это позволило нам создать условия, при котором люди, собирая средства, знают, что эти средства обязательно будут направлены детям этого района. И вот сейчас мы ждем предложения от общественных организаций, от депутатского корпуса, от администрации районов и городов, куда бы они хотели направиться. Вот они конкретно у себя уже решают. Они знают малобеспеченные, малонуждающиеся дети. Они знают, кого поддержать спортивные, талантливые молодежи, художники, певцы и так далее. И когда предложение поступит к нам, в детский фонд, мы рассматриваем их, чтобы целевое направление было правильное, и поддерживаем. И они осваиваются эти деньги. А есть ли у вас какая-то статистика за более чем 20 лет? Сколько удалось конкретным детям помочь? Ой, вы знаете, если суммы называть, то я помню, что за последние три года где-то 25 миллионов мы собрали. А вот количество детишек, которым мы благотворительную помощь оказали, даже так затрудняешь сказать. Но достаточно большое количество. Потому что суммы, которые мы направляем, они не актив большие. Это не десятки, не сотни миллионов рублей. Но количество, кому мы оказываем помощь, это достаточно большое. Даже привлекая к спортивным мероприятиям, вот наша школьная волейбольная лига, в течение четырех месяцев соревнуется 16,5 тысяч мальчишек и девчонок, которых мы потом делаем чемпионами мира по волейболу и по другим видам спорта. Мы считаем, что вот эти деньги, направленные на поддержку спорта, талантливых детишек, она создает задел для будущего Чувашии. У вас есть очень интересная награда «Рыцарь детства». Вот в этом году кто этой наградой достоился и что она означает? Медальку, которую мы учредили в детском фонде, это называется «Меценат детства». Медаль ведомственная, она не дает права досрочного выхода на пенсию или какие-то льготы пенсионного обеспечения. Это просто признание человека, что он постоянно оказывает благотворительную помощь в рамках проведения вот этих марафонов и не только марафонов. У нас есть люди, которые, может быть, даже не участвуют в марафоне, но которые постоянно оказывают помощь целенаправленную, целевые так называемые взносы. И этих людей, которые отличаются не разово, а многократно, постоянно, мы и поддерживаем вот такой наградой. Это, скорее всего, моральная награда, которая несет за собой какие-то материальные вознаграждения. Еще бы хотелось узнать о перспективах марафона и вот в какой год удалось самую большую сумму собрать. И в дальнейшем можно ли будет побить этот рекорд? Я думаю, что рекорд мы обязательно побьем. Самый большой был 9,5 миллионов рублей. Это, по-моему, 19-й или 13-й год. Сейчас точно не могу вспомнить. Но именно тогда, когда более-менее благополучие было. Сейчас все-таки ощущается экономический кризис. Как бы мы ни говорили, все равно доходы упали. Но, тем не менее, еще раз повторю, хоть упали доходы, а собираемость марафона, наоборот, увеличивалась. То есть люди понимают, что плохо всем. Поэтому, чем поддержать, дать небольшой взнос, но почувствовать, что твой рубль, твои 10 рублей, 100 рублей. Если у нас и такие взносы, по 100 рублей вносят. Пенсионеры приходят и 100 рублей вносят. Но они знают, что это пошло на пользу, на поддержку детишек, на создание нормальных, благоприятных, функционирующих, жизненных дел для нашей молодежи. Но и на будущий год мы постараемся привлечь как можно большее количество участников. Все-таки резервы у нас в этом отношении есть. Мы постараемся побольше собрать средств для наших мальчишек и девчонок. Юрий Михайлович, спасибо вам большое за беседу. Пожелаем вам удачи в вашей работе. А наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова